Интересно, угаснет ли теперь его страсть к охоте на покемонов? Суд рассмотрел апелляцию блогера Руслана Соколовского под подписку о невыезде, как он просил, не отпустили, но меру пресечения все же смягчили. Отправили до 1 ноября под домашний арест. Напомним, 3 сентября охотника за карманными монстрами из Екатеринбурга взяли под стражу. Поддержать Соколовского тогда приехали его фанаты и поклонники у здания суда. Они устроили настоящий митинг, чем молодой человек явно был доволен. Девочки особенно требовали освободить их кумира. Поддержать блогера пришел мэр города Евгений Ройзман. Решение суда отправить Соколовского под домашний арест он назвал разумным. Это более-менее разумное решение. Конечно, нельзя было его арестовывать. Думаю, что на него не надо было даже обращать внимание. Ну, хотя бы потому, что он именно этого добивался. Ну, а дальше уже спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, ему все равно придется повзрослеть, придется стать более зрелым. Придется по-другому посмотреть на то, что он делал и как он жил. Плюс у него ответственность за мать, потому что он один у матери. В общем-то, он ее содержал. Скандал разгорелся после того, как Соколовский выложил в сеть несколько роликов, в том числе и тот Ден Лоид покемона в храме на крови в Екатеринбурге. Его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса, экстремизм и оскорбление чувств верующих. Но популярность блогера после этого резко возросла. На его канал на YouTube интернет-пользователи стали подписываться тысячами.